Денис, ты заработал много угловых сегодня? Помогало персональное знание соперника? Нет, просто отрабатывали стандарты на тренировке, поэтому помогла тренировка. Ты, конечно, не хороший человек. Нет, отрабатывали стандарты на тренировке. Тренер говорил все время сдать на дальней штанге. Я думаю, это и сработало сегодня. Ты знаешь игроков Рубина, но игроки Рубина знают тебя. Тем не менее, твой гол – это такой классический замах Макарова. Смог обмануть бывших товарищей? Я не помню, кто был последним передо мной. Я думаю, он еще не был в команде, если вы не ошибаетесь. Его еще не было в команде, и он не знал. Поэтому пришлось схитрить чуть-чуть, да. Подумал об этом? Да, подумал об этом. Ты забил Рубину, все как по сценарию. Что чувствовал? Ну, все равно была какая-то радость. Не то, что забить клуб, а просто забить гол в игре и помочь команде выиграть. И тем более здесь я не праздновал гол, потому что Рубин мне многое дал, поэтому я его не праздновал. Но я был все равно счастлив, потому что мы выиграли. Это твой первый матч после перехода на стадионе Рубина. Какие чувства выйти снова на этот стадион уже в качестве игрока другой команды? Хорошие эмоции. Очень приятно всегда возвращаться и играть против своих ребят и на родном стадионе, я считаю. Поэтому проблем у меня с этим не было. Ты поучаствовал в третьей голевой атаке. Финт в центре поля. Очень красиво. Как ты вообще придумал эту комбинацию? Не знаю, просто как-то получилось, честно. В моменте? В моменте, да. Я был в моменте как раз. Ты сегодня был очень активен. И гол, и пенальти, и атака. Можно ли назвать этот матч твоим лучшим за Динамо? Не знаю. Наверное, да. Но буду стараться выдавать еще более лучшую матч, чтобы приносить пользу команде еще больше. С тобой мы продолжаем супер-успешную серию против казанцев. Мы выиграем третий раз в Казани. Представляешь, на Акбарс-арене ни разу не выигрывали. Ты наш талисман? Да, так и есть.